Это Лайф. Мы рассказываем новости первыми в ближайший час. Вместе с вами мои коллеги и Алексей Абаренов. Ну что ж, двойные стандарты МИД Азербайджана не дает официальных комментариев о причине выдворения журналистов Лайфа из страны. На сайте депведомства нет ни строчки о депортации. При этом у местных СМИ соответствующая информация есть. Со ссылкой на пресс-секретарь Министерства, где Хикмет Гаджиев обвиняет съемочную группу Лайфа в искажении фактов и заявляет, что нахождение российских журналистов в стране нецелесообразно. На самом деле власти Азербайджана попытались заставить наших корреспондентов передавать новости по конфликту в Карабахе так, как им нужно. И когда наши журналисты отказались, их депортировали из страны. И вот в чем парадокс. Работала группа Евгения Змановского в Азербайджане с устного разрешения самого Гаджиева. 3 апреля наши продюсеры вышли на связь с главой пресс-службы внешнеполитического ведомства, чтобы ускорить процесс аккредитации разрешения на съемку в стране. По телефону Хикмет Гаджиев заявил, что журналисты могут работать, разрешение получено. В принципе, они могут работать в данный момент. Как вы знаете, вчера их пристановили и просто объяснители дали им, как надо работать. Но в принципе, они работают, разрешение дано. После этого нашей съемочной группе дали сопровождающих из местного отдела полиции. В течение двух дней Евгения Змановская работала в приграничных с Карабахом населенных пунктах. И надо отметить, что места для съемки определяли сопровождающие. В их числе был зам руководителя районного отдела полиции и представитель местной администрации. Более того, именно они сами переводили все интервью. Выезжать из поселка Сарыджалы, где мы выходили в прямой эфир, нам пришлось под минометным обстрелом. Оттуда до линии соприкосновения меньше одного километра. Снаряды разрывались рядом с жилыми домами. Свою артиллерию, пушки Д-30, а также грады военной Азербайджана размещают рядом с населенными пунктами. Поэтому туда стреляют в ответ с той стороны. За два дня мы успели объехать семь поселков. Разрушено около полусотни домов. Есть погибшие среди мирных жителей и десятки пострадавших. Подчеркну, что на местных телеканалах, особенно в Баку, реальную ситуацию в приграничной зоне рядом с линией соприкосновения, мягко говоря, приукрашивают. Два дня мы в сопровождении полиции, чиновников администрации показывали, что сейчас происходит у линии соприкосновения. Но, видимо, озвучивать реальную ситуацию сейчас здесь не хотят, чтобы не пугать население еще больше. Поэтому сразу после съемок нас отвезли в районную администрацию. Там два часа держали в пустом кабинете, не объясняя, зачем мы там находимся. После сказали, что поедем в больницу снимать раненых, куда мы изначально договаривались поехать с сопровождающими. Но нас привезли в полицию. Где еще около двух часов начальник полиции Тертерского района нам настоятельно рекомендовал вернуться в Баку, чтобы получить разрешение у Министерства обороны на съемки. Хотя отмечу, что два дня полиция нас сопровождала и проблем никаких не возникало. Очевидно, что им поступило устное распоряжение сверху не препятствовать нам при съемках, но пристально следить за всеми нашими передвижениями, что они и делали. Но спустя два дня их позиция резко изменилась. Во время беседы руководитель полиции неоднократно нам намекал, что лучше бы нам покинуть страну. А сейчас нам срочно нужно уезжать из приграничной зоны в Баку. Разрешили только забрать вещи из гостиницы. До нее нас также сопровождали на автомобиле. У отеля нас уже ждал лично заместитель начальника РОВД, который опять стал проверять наши паспорта. Внутри на ресепшене ждали еще четыре полицейских. А когда мы зашли в номер, то заметили, что наши вещи разбросаны, как при обыске. В итоге до самого Баку нас сопровождали в каждом районе на новом участке трассы. Машины менялись. Следить не прекращали, вплоть до того, как мы зашли в аэропорт. У линии соприкосновения в приграничных поселках наша съемочная группа была единственной из российских журналистов. Все, что мы показывали и говорили, проверяли сотрудники полиции или администрации. Мы сразу заявили, что не занимаем позицию ни Азербайджана, ни Армении. Мы показываем, как от обострения конфликта, от боевых действий страдает мирное население с обеих сторон. Сопровождающие постоянно просили, чтобы мы озвучили, что они якобы первые не стреляют, а только отвечают. Мы отказывались делать такие заявления, так как определить, кто чаще использует артиллерию и первый открывает огонь, невозможно. Чтобы информация была объективной, еще одна наша съемочная группа работает в Нагором Карабахе со стороны Армении. Но получается, что реальную ситуацию в зоне конфликта правительство Азербайджана сейчас афишировать не намерено. Евгения Змановская, Сергей Дубровин, Владимир Гончар. Азербайджан. Лайф. Спасибо.